Открывая заседание, глава Мордовии вновь обратил внимание руководителей профильных министерств и ведомств на тот факт, что в республике ситуация с пожарами по-прежнему остается сложной. В некоторых регионах из-за этого сгорают целые поселки. В Мордовии нужно этого избежать. Несмотря на предпринимаемые меры, увеличение пожаров идет по всем направлениям, в том числе в жилом секторе. В результате было уничтожено и повреждено 70 строений. С начала года в огне погибло 25 человек. Очень показателен пример пожара, который случился около села Берсеневка-Лямберского района. Возгорание началось в поле. Существовала угроза распространения огня по трем направлениям, включая населенный пункт, кладбище и лес. Этот пожар выявил ряд проблем. Когда мы тушим пожары в сельских местностях, у нас прибывают десятки людей. Здесь к нам на помощь не пришел никто. Здесь работали два подразделения. Подразделение МЧС и подразделение Минлесхоза. Значит, считаю, что недопустимо такое отношение. Здесь самая большая плотность населения. Здесь необходимо принимать меры по созданию базы, куда можно привлекать людей с муниципальных предприятий. Проверки показали, что нарушение требований безопасности есть во всех районах. Сейчас в Мордовии действует противопожарный режим. Минимальный размер штрафа – 10 тысяч рублей. Впереди майские праздники. Любимое время отдыха на природе. И это значит, риск пожаров повышается. Глава республики дал поручение по созданию оперативного регионального штаба и пожарных команд в муниципалитетах. Где какие пожарные команды, где опашка есть, где нет. На следующий раз доложите. В течение недели надо этот вопрос нам привести в соответствие. Далее перешли к обсуждению темы состояния общественных территорий. Руководитель Центра управления регионом Андрей Барашихин доложил, что основными темами обращений граждан через соцсети остаются ремонт дорог, уборка мусора, нарушение графика движения общественного транспорта. Артем Сдунов отметил, что в столице республики и в районах главам муниципальных образований важно лично следить за состоянием общественных территорий. В Мордовии все больше приезжает туристов. И тот высокий уровень, который отличает столицу республики, нужно поддерживать. В этой связи Артем Сдунов обратился к главе Саранска Игорю Осабину. Пройдите, пожалуйста, там сами ножками, посмотрите, где плитка отвалилась. Надо ходить по городу и в вечернее время, и смотреть, где что отлетело. Потому что большие ремонты вы там заканчиваете к 15 сентября и иногда уходите в декабрь. Это понятно, вы это сделаете, я не сомневаюсь. Но сейчас это же летний период, впереди 9 мая. Нарекания по поводу содержания территорий также были высказаны в адрес руководства Лямберского района. Обратил внимание на то, что очень грязно придорожены полосы. Я уже неоднократно, кстати, вам говорил. Мусорки, вот приезжаешь в другие районы, мусорки пустые. У вас приезжаешь, мусорки вечно наполнены, перевернуты, валяются все, вороны летают. Ну что это такое? Понятно, у вас на территории полигоны, это накладывает на вас. Ну, в такой обстановке находимся, что теперь полигон у вас. Значит, у вас должно быть больше внимания к этому уделено. Придорожные полосы на подъезде к Саранску должны быть чистыми. Лично объезжайте, смотрите, мусорки, пока вы ситуацию не выпадете. Это один из главных въездов в наш город. Особо была обсуждена тема подготовки к празднованию Дня Победы. На контроле глав муниципалитетов должен быть ремонт памятников и мест захоронений воинов, отдавших жизнь для защиты Родины. Также необходимо уделить пристальное внимание ветеранам, труженикам тыла и их семьям. Особыми гостями на всех праздничных мероприятиях должны стать участники спецоперации. Посмотрите, кто у нас в это время будет в выпусках, чтобы они приняли участие в праздницах, которые мы посвятим 9 мая. Семьи приняли участие, их надо будет довести до мероприятий, увезти обратно. Детям, как всегда, мы там сладкие подарки организуем, чтобы коллеги отрабатывайте. В районах по каждому никто не должен быть забыт. Также в ходе совещания обсудили тему борьбы с борщевиком и своевременного покоса травы вблизи инфраструктурных объектов в рамках соблюдения противопожарных мер. Вячеслав Кузьменко, Народные новости. Продолжение следует...